Что помогает вам на вашем жизненном пути? Думали вы ли об этом? Возможно, ангелы, возможно, бесы, кто угодно может быть. Давайте посмотрим, очень даже интересно. Загадайте цифру 1 или 2, либо послушайте свою интуицию и посмотрите визуально. Напоминаю о том, что общие расклады не являются индивидуальными. Записаться ко мне на диагностику, любую диагностику негатива, отношений, работы, связь с умершими. Все делаю, даже диагностику снов по ссылке в шапке профиля Топлинк. Если ты смотришь меня в ютюбе, пиши мне на ватсап, либо в телеграм. Работаю я уже много лет, каждый день на ежедневной основе, принимаю людей. Поэтому, кто сомневается в моей практике, читайте отзывы на странице в инстаграм. Потому что только настоящие практики, которые имеют на ежедневной основе опыт, могут дать, посмотрите, что творится, могут дать крутую информацию. Даже силы тут у нас пошалили на столе. Вот можете сами увидеть, что гаснет свет. Давайте, поехали. Первый и второй вариант. Кто вам помогает на вашем жизненном пути? Первый вариант. Кто загадал? Второй вариант. Я буду дополнять карты, смотреть буду только на Оракуле. Давайте посмотрим, кто же вам помогает на вашем жизненном пути. Двойки, дождитесь своего варианта. Можете перемотать видео. Поехали с единичек. Кто же вам помогает на вашем жизненном пути? Ну, прям сама ваша звездная семья. И самое главное, знаете, с чем помогают? Обалдеть. Справляться с какими-то трудностями, связанными с врагами. То есть вы можете по вот этим картам, как змея, феникс, звезды, просто из какой-то задницы выбираться, как птица-феникс. Брать, да? Трансформироваться и снова подниматься. Ох, вас жизнь и побила, и бьет. У кого-то сейчас может быть очень сильное, знаете, сопротивление с врагами. Вражина у вас по первому варианту есть по змее. Имейте в виду. Девочки и мальчики. Вражина есть, которая не дремлет и которая кусается. Но здесь прям сами высшие силы помогают вам выходить из этой ситуации. Прям как птичка. Птичка порхнула и улетела к звездам. И показала фигу своим врагам. Давайте уточним, кто это. По звездам, по фениксу. Кто здесь помогает вам двигаться на вашем жизненном пути? Карты проявите. Единичка. Ничего себе. Еще и под защитой вы очень хорошие. Защита, клевер. Вот это да. Здесь прям богиня Ладушка вышла. Богиня Лада. Обалдеть. Я могу так сказать. Ну вы, во-первых, человек очень счастливый по карте клевера. И то, что у вас есть защита от высших сил. И у кого-то очень хорошая родовая защита. Да. И причем ваш даже финканал здесь под защитой. То есть вы можете действительно здесь притягивать к себе очень интересные события. Связанные с личной жизнью и с работой. И вообще выходить из любой ситуации. Еще раз повторяю. Прям тютелька в тютельку. Но здесь прям высшие силы вышли. Первая богиня здесь вышла Лада. Кто еще вас здесь ведет по жизненному пути? Защищает? Кто рядом с вами находится? Кто ведет вас по этому жизненному пути? Род. И самое главное. У кого-то здесь могла быть магическая атака. Знаете, какая? Связанная с вашими отношениями с мужчиной, девочки. Здесь могли магичить на вашего мужчину. Потому что идет прям вольтовая магия. Карта Егельета. Подношений. И посмотрите, старуха вышла. Это может быть у кого-то мать. У кого-то бабушка, прабабушка. С такими черными безумными глазами. С крупным носом. Но здесь у вас вышла родовая система. Которая вас бережет. Которая вас защищает. И у кого действительно сейчас есть магическая война. О чем я говорила по карте Змея. Вам помогут пройти эту ситуацию, девочки. У кого, например, сейчас любовные треугольники. И борьба за мужчину. Например, появилась откуда-не возьмись соперница. Вот это все вам важно пройти. Но еще раз повторяю. И богиня Лада здесь вышла. Высшие силы. И ваша родовая система. Здесь прям карта старухи говорит о том, что бэдит рядом находится. Защищает. И подсказывает. Поэтому у кого действительно могут быть какие-то яркие сны. Например, где снится бабушка, прабабка, мама. Обращайте на это, пожалуйста, внимание. Потому что вас прям берегут, стерегут. И предупреждают. Еще дайте, пожалуйста, кто ведет по жизненному пути. Кто помогает. По первому варианту. С деньгами еще помогают. Препятствия убирают с путей дорог. Но здесь действительно души близкие. Души близкие. И ангелы-хранители, разумеется. Но, возможно, кто-то даже недооценивает, насколько они вам могут помогать преодолевать препятствия. Посмотрите, какие карты. Роза, зерно, деньги, препятствия, гора. Но эти препятствия вам важно пройти. Кто пройдет, станет сильнее. Будет ценить себя больше. Будет понимать, что он хочет. И вот ваш жизненный путь единичка, он непростой. Он нифига не простой по таким картам, как змея, магические атаки, карта горы. Но я бы вам рекомендовала, кто по первому варианту еще не делал диагностику негатива на себя, обязательно сделать. Потому что есть некие магические карты, которые показывают о воздействиях на вас. О, говорю про магические карты, выходит сущность. Да, у вас могут быть такие драмы в жизни, где есть и потери денежные, и потери в личной жизни, потери друзей, потери близких. Но, еще раз повторяю, это все высшие силы вам компенсирует. Но по первому варианту, вот еще раз повторяю, у вас хорошая родовая защита, у вас есть мертвая душа, которая к вам прикреплена. Она рядом с вами находится, из вашей родовой системы. Но еще раз повторяю, здесь вот надо обязательно проверяться. Здесь сам хозяин кладбища вышел, сущность которой обращаются ведьмы, да, и, соответственно, делают магические атаки, магические ритуалы. Здесь сейчас идет этап препятствий, крысы, это враги, еще раз повторяю, это потери. И у кого-то могут быть потери здесь финансовые. Поэтому я вас заранее предупреждаю. По первому варианту вам обязательно нужно сделать диагностику негатива, ребятки. Потому что карты выходят такие и позитивные, и негативные одновременно. Так, мне сегодня, видите, не дают делать расклад. Не хотят, чтобы я что-то делала. Или хотят, чтобы я работала при свечах. Двоечки, давайте посмотрим вас. Что вас ведет на жизненном пути? Кто вам помогает и кто защищает? Ух ты! Второй вариант карма. Вот это да! Прямо сама судьба, прямо сама карма. Вот это да! Крест и мясо. Очень интересно. Ну, второй вариант тоже. Вообще, абсолютно непростая судьба-судьбинушка. Со всякими этапами, со всякими делами. Давайте посмотрим, кто конкретно здесь по карме, по карте креста, еще и карта мяса. Карты, приедите, пожалуйста. Что тут такое? Вышло по второму варианту. Кто двоечек ведет по жизненному пути, кто рядом находится? Рот. 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 Вот вам тоже повезло по второму варианту. У вас прям очень крепкий рот. Все, что вы проходите, это карма по роду. То есть, вот не надо вот это, за что мне это все, знаете, как у некоторых бывает, причитают. У вас это карма рода. Вы отрабатываете карму рода сейчас. Вы в кармическом уроке, вот кто смотрит меня по второму варианту. Вы должны это отработать, и вам тогда станет проще и легче. Но от рода тоже не отказывайтесь. Он помогает вам. Помогает. Кормите свой род, благодарите свой род. Потому что так как помогают родные души, которые уже ушли, никто так не поможет. И еще сущность у вас есть родовая. Вот как бы это ни было, для некоторых прям, может быть, душещипательно, но вам показывают и указывают пути не только мертвые души, да, которые рядом с вами, родовая система. У кого-то может быть сущность, которая передана по роду. То есть она, эта сущность, не во вред, она во благо. Она может вам давать какие-то инсайты, какие-то мысли, какие-то подсказки. Но главное научиться это слышать. То есть у вас здесь такая интересная история, как карты показывают, указывают пути дороги, род показывает, сущность в виде подселенца. Давайте еще посмотрим, кто вам помогает и ведет вас по жизненному пути. А вот тоже дары требуют, потому что и мясо выходит, и дары, как по первому варианту. И в роду могли быть люди ведущие, потому что выходит карта знахаря. Да, вот этот мужчина, дух рода, он мог быть знахарем, травником, исцелять людей, лечить людей, заниматься практиками. И он как ангел-хранитель у вас. То есть у вас, посмотрите, сколько. Тут род, тут знахарь, тут подселенец, тут хранитель. Ну у вас прям вообще. И самое главное, у кого-то из вас есть целительские способности. Связь очень сильная. Связь очень сильная с этими сущностями. Сущностями мертвого астрала. И я еще раз повторяю по второму варианту. Приходите ко мне, у вас могут быть целительские способности, которые вам переданы по роду. Это нужно открывать. У вас тогда все пути дороги откроются. Видите, идет карта исцеления. И вам помогают исцеляться от любой какой-то травмы, потерь, проблем. И дают хоть очень хорошие подсказки. Поэтому кого-то может быть действительно по этим картам и яснознание, и ясновидение. И вы можете лечить людей. По этому варианту обязательно приходите на магические способности. Давайте еще посмотрим, кто ведет вас по вашему жизненному пути. Кто вам помогает. Очень много вам предупреждений летят, что люди, которые вас окружают, не желают вам добра. Пересмотрите свое окружение, пожалуйста. Потому что здесь идет карта зомбирования и карта птиц. Вот вам подсказка о том, что возможно те люди, которые рядом, пересмотреть ваши связи, пересмотреть ваше общение. Да, потому что эти люди, они не желают добра, и они вас якорят. А якорь это стоп. Якорь это нет развития. Якорь это нет движения. Поэтому и карта часы говорит о том, что кто-то из вас, вот вам подсказка, подзастрял. Пора двигаться дальше. Пора развиваться. Пора убрать все эти оковы, в которых вы живете. Кто-то себя мог накрутить, да, на какие-то вещи, потому что идет карта зомбирования, якоря. Я так могу сказать. У вас непростой путь, но еще раз повторяю, карма, это карма, это судьба. От судьбы, как говорится, не уйдешь. Если вам даны какие-либо способности, если вам даны такие помощники по жизненному пути, от них отказываться ни в коем случае нельзя. Поэтому для кого это новость, для кого это сюрприз, я еще раз повторяю, приходите, я вас посмотрю по фото на магические способности, на целительские способности. Потому что это все нужно развивать и раскрывать. И тогда ваша жизнь будет играть яркими красками. И тогда откроются все жизненные пути и дороги. То есть вам прям рот указывает, что у тебя дорога впереди, у тебя развитие впереди. Но не забывайте кормить свой рот. Посмотрите, сколько здесь мяса, дары, яйцо. То есть просят не забывать о ваших предках, посещать погост, посещать кладбище, приносить дары. И если у кого-то сейчас очень трудная ситуация, здесь все-таки карты показывают, что эта ситуация для вас разрешится. Но вот карта птицы меня, например, напрягает, что здесь могут действительно очень много сплетничать за вашей спиной, завидовать. Вам нужно обязательно здесь защищаться и давать отпор. Ваша тара ведьма, жду вас на личных раскладах, ритуалах. Если есть вопросы, всегда пишите на WhatsApp, либо в Telegram.